Я вам предлагаю, вообще не для заучивания, а просто для того, чтобы нам сегодня общаться на одном языке. Классификация, она скомпилирована мною на основании американской и итальянской предложений. Даже я не могу сказать, это нельзя сейчас школами назвать, потому что данные пока изыскания, они не являются фундаментальной доказательной медициной. Это все-таки пока поиск, поэтому я позволила себе тоже скомпилировать на основании двух классификаций, американской и итальянской, миланской школы, и немножечко как-то адаптировала для нас. Потому что, например, вот такого у них нет ни у кого термина. То есть они на этом этапе почему-то его никак не озвучивают, хотя я видела то же самое у них во рту, то, что происходит над заглушкой, когда развивается вот это гранулирование. Ну и в общем, если с вас с имплантатами, с костными структурами все в порядке, то это решается вообще прямым и спокойным путем установкой фермирователя Дисней, как правило, в этот момент. Итак, давайте поговорим о том, что происходит с нашим имплантатом, пока он ничем не нагружен, и он просто стоит в костной ткани на основании механической ретенции, на которую он поставлен. Ну, неприживление имплантата стандартная ситуация, она происходит достаточно часто. 4% от 100, это такая средняя статистическая цифра, которая говорит о том, что 4% неинтегрированных имплантатов, они просто уходят сами с собой, выкручиваются или вылезают и так далее. Это с ними говорить не о чем, их просто как бы, по всей видимости, переставляют по гарантийным каким-то программам. Здесь мы не будем останавливаться. Заглушечный переимплантит. Все видели в своей жизни, что это такое? Нет? Когда у вас над заглушкой... Абб такой маленький... Спасибо, спасибо, Лиза. Спасибо, маленький абсцессик, и вы раскрываете его скальпелем, а там грануляционная ткань. Это знаете, с чем связано? Когда вы ставили имплантат, вы сделали разрез, рассекли надкосницу, естественно, потому что вам нужно добираться до косной структуры. Препарировали переимплантное ложе, поставили имплантат. Если, например, вы ставите его с заглушкой, вы поставили заглушку, закрыли. А теперь вчерашняя тема. Вспоминайте, надкосница у вас дальше легла на что? На металл. И вот если им сил не хватило, там, например, соцпитание у лоскота вообще не очень какое-то хорошее, атрофичный пациент, тонкая десна, мало сосудов, курение, у них начинаются вот эти маленькие микроабсессики над заглушками, потому что там надкосница рассосалась, а собственная ткань, она реагирует на вот это соприкосновение с металлом, самый соединительный тканный комплекс вот этот весь, и вызывает вот эти микроабсессики. Но ничего страшного, обычно, если с имплантатом у вас все в порядке, обычно это происходит на раскрытии имплантатом, мы просто делаем надрез, чистим эти маленькие грануляции, их там совсем чуть-чуть, и ставим формировать адресный, собственно. Если с имплантатом, все в порядке. Доброе утро. Что? Я считал, что причина недозаключенная заглушка. Нет. Нет-нет, там причина конкретная. Я сама очень долго просто анализировала, что там такое происходит, потому что вот это нигде не описано. И я, когда первый раз осталась с коллегами об этом, просто без всяких курсов, просто разговаривать, я говорю, у вас есть? Ну да. Как-то все так, все почему-то очень стесняются. И мне это непонятно, почему все стесняются. Я, например, честно могу сказать, у меня отторгаются имплантаты, как и у всех. Это правда, и этого не надо стесняться. Просто каждый раз, когда вы планируете имплантацию, нужно подумать, что, куда. Может быть, это не морковка, которую сеют в ряд. И так далее. Нет, это вот причина конкретно в этом, потому что я сделала даже, посмотрела, как это на животных, почитала вот эти исследования. Они тоже столкнулись, немцы, с этой проблемой давно. И тоже они стали... Почему они стали сразу потом ставить имплантаты с формирователями Дисны? Это же их история. Это они первые самые предложили. Но они как бы обосновали тем, что там формируется все, да, сразу вот этот комплекс, и он, типа, уже больше не травмируется. И потом, когда вы ставите конструкцию ортопедическую на этот комплекс, уже нет травмы, и все это единая конструкция, где ничего не подсасывается, не засасывается, не попадает. Это лучше для суперструктуры. На самом деле там тоже была история, что они тоже вот это все получили. Нет, закрученные заглушки. Я иногда свои заглушки ключом откручиваю, потому что они еще чуть-чуть на кровь реагируют, как подсыхают там на ней. Ее не открыть бывает. А вот эта история связана абсолютно точно вот с рассасыванием надкосницы на лоскоте, когда не хватает организму просто сил зарастить надкосницу, над заглушкой. Это просто мы вчера все обсуждали уже. Вот это называется мертвая зона, когда вы ставите трансплантат, и он имеет мертвую зону, где у него нет питания. И та же самая история происходит здесь. Станислав, только для вас. Мы обсуждаем сейчас вот эту историю. А можно вопрос? Да, конечно. Можно надевать пластиковую ткань, если есть заглушки на реабилитете? Можно, вы же вычистите грануляцию сначала. А почему? А если там поверхность контоминированная, есть ли это с того? На заглушке контоминированная поверхность? И чего с ней будет? Ну это может так же повлиять? Ну поменяйте ее на формирователь Дисней и все. Никак это не повлияет. Там не такой острый. Мы так с вопросом сказали, что это микроабсессик, но там нету какого-то вот такого фонтана гноя. Это совсем минимализированное такое. Со спичечной уголовкой. Что? Со спичечной уголовкой. Вот, абсолютно правильно. Дезинтеграция имплантата, потеря механической стабильности по общим причинам и системным заболеваниям. Вообще не хочу совершенно обсуждать никакие системные заболевания, потому что их много. И это отдельная, мне кажется, вообще просто история какая-то для формата, для другого. Я хотела бы с вами обсудить общие причины. У нас есть такая лекция, она называется «Фенотипическое планирование». Когда я рассказываю, у меня есть таблица, созданная мною, когда на основании фенотипа общего тела и фенотипических признаков в полости рта мы планируем те или иные мягкопластические вмешательства и гликозно-пластические. Что? Покажите. Я не знаю, если коллегам это интересно. Хотите? Покажем, да? Хотите? Продолжение следует...